Акция «Эвакуация» – специальное предложение от Госавтоинспекции. Оставь автомобиль под запрещающим знаком и поучаствуй в увлекательном квесте по поиску своего железного коня и вызволению его из тюрьмы. В субботу нарушители правил остановки и стоянки оказались в поле зрения ГИБДД. Первым делом инспекторы в сопровождении эвакуаторов нагрянули на улицу 10 августа. Не так давно вступили в силу изменения в правила. Теперь просто запрещающий знак – не основание для эвакуации. К нему должна прилагаться специальная табличка. А вот и первый клиент. Автомобиль припаркован в зоне действия запрещающего знака. Но эвакуировать его не успевают. Появляется владелец. В придачу к штрафу за неправильную стоянку ему придется заплатить за любовь к тренировке. Зато автомобиль остался. Едем дальше. Улица Батурина. Под знаком стоит иномарка. Плохо стоит, решили инспекторы и подали сигнал эвакуаторам. Буквально пара минут и машина поднимается в воздух. Но, как и в предыдущем случае, появляется хозяйка. И авто возвращают на место. Но штраф никто не отменял. В данном случае, если водитель припарковался в зоне действия данных дорожных знаков, то водителю грозит штраф в полторы тысячи рублей. По части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Без урожая в этот день эвакуаторщики не остались. Вот в нарушении всех правил стоят два детища российского автопрома. Их владельцы, очевидно, не предвидели такого развития событий. Машины одну за другой грузят на эвакуаторы и увозят в неизвестном направлении. Чтобы воссоединиться со своими транспортными средствами, водителям-нарушителям придется побегать. Если происходит такая ситуация, когда водитель выходит на дорогу и не обнаруживает свой автомобиль, он должен сообщить о данном факте в дежурную часть ГИБДД по Ивановской области. В данном случае проверят и установят, если его автомобиль был эвакуирован, то в дальнейшем его проконсультируют, что дальше нужно делать. В данном случае он едет в дежурную часть ГИБДД по Ивановской области, где ему, во-первых, выдают штраф за парковку в неустановленном месте и дают разрешающие документы. И с этими документами он едет на платную штрафстоянку, где, оплатив все необходимые расходы, он может забрать свой автомобиль. Инспекторы ГИБДД планируют акцию сделать регулярной и проводить ее до тех пор, пока автовладельцы не поймут, что дешевле и проще. Правила остановки и стоянки соблюдать. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.